Аль-Хамдул-Ляху, ас-салату, ас-саляму, аля Расуле Аллахи, аля Алихи, ас-сахбе и ас-салям. За зволение Всевышнего Аллаха, продолжаем чтение книги Шарх Риас Аль-Хинших, Мохаммад Ибн Салих, алюфтаймина, рахматуллах и алей. Мы дошли до 238-го хадиса и начали разбирать его на прошлом уроке. В этом хадисе говорится о том, что Абу-Грай, радия Аллаху ангу, рассказывал о том, что Пророк, сава Аллаху, алейхи и ас-саляма, сказал «Хакку муслим аля аль-муслим хамс». Мусульманин имеет пять прав перед другим мусульманином. Или же пять вещей входит в число обязанностей мусульман в отношении друг к другу. И первый сказал раду салям, отвечать на приветствие салям, ва-и-яда туль-марид, посещать больного человека, ваттибау-джанайс, провожать погребальные носилки, ва-иджаба-тудава, отвечать на приглашение в гости, и желать добра тому, кто чихнул, или желать блага тому, кто чихнул. И сказали, фиривайте муслим, хафид науви привел ривая у муслима, хакку муслим ситта. То, что мусульманин, или шесть вещей, входит в число обязанностей мусульман по отношению друг к другу. Сказал, ида ла-ки-таго, фас-салям алейхи, если ты с ним встречаешься, то приветствуй его. То есть, если ты встречаешь мусульмана, то приветствуй его. Если он тебя позвал, то отвечай ему. Если он попросил у тебя совета, то дай ему искренний совет. Если он чихнет и восхвалит Всевышнего Аллаха, то пожелай ему блага. Если болеет, то посети его. И если он умрет, то проводи его в последний путь. То есть, те же самые вещи упомянуты в ривая у муслима. Единственная шестая вещь упомянута из Астан Сахака. Если он попросит у тебя искреннего совета, то дай ему этот искренний совет. И на прошлом уроке Барак-Лауфикум мы разобрали два права. Первое, это что? Ответ на салям. И сказали, что давать салям изначально является сунна Муаккада. То есть, сунна, которую Проксал сам никогда не оставлял Барак-Лауфикум. И второе, мы разобрали Айяда Тульмарид. А это посещение больного человека. Дальше, шейх Мухаммад ибн Салиха, говорит, что касается третьего права, а это провожать погребальные носилки. Поистине, исправ мусульманина над другим его братом, провожать его погребальные носилки. Мы говорили с вами, Барак-Лауфикум, разбирая серию уроков Ахкам-Уль-Джанайз, то есть положение, связанное с обрядом похорон, Барак-Лауфикум разобрали целую книгу. И, аль-хамду-ли-ля, по милости Всевышнего, Всевышний Господь облегчил открытие канала, где собрана вся информация, или же собирается вся информация, связанная с обрядами похорон. Будь это до... То есть, начиная с предсмертного состояния человека, и заканчивая Барак-Лауфикум о том, что связано с могилами, о том, что связано с могилами. Иншалла, ссылка будет под видео. Я побуждаю каждого брата, Барак-Лауфикум, мусульмана, и также мусульманок прослушать эту серию уроков. Не полениться, Барак-Лауфикум. И в этой серии уроков, то есть, когда мы разбирали книгу «Обряды похорон», один файл мы записали, называется «Обряды Джаназа вкратце». «Обряды Джаназы вкратце». Иншалла, под видео, Барак-Лауфикум, будет ссылка на сам канал, и будет ссылка именно на эту аудиозапись. Она небольшая, 40-минутная запись, и я побуждаю всех братьев и сестер сохранить эту запись у себя где-нибудь отдельно. На телефонах или же на компьютерах и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что Барак-Лауфикум, смерть людей, это суннат улафихальты, порядок Аллаху сп. на земле. И люди часто умирают, будь это наши близкие, родные, соседи и так далее, и тому подобное. И очень часто у мусульман возникают вопросы, а как то делать, а как это делать. Или же они забывают, допустим, у кого-то, например, последний раз умер какой-то знакомый год назад, прошел год, никто не умирал и так далее, и забыл, допустим, что делать, когда человек в предсмертном состоянии находится, что делать, когда человек умирает, что делать, когда он умер, как его умыть, как за него Джаназы читать, как его похоронить и так далее. И вот для этого мы записали отдельный файл, называется «Обряды похорон вкратце». Он всего лишь 40-минутный. Если каждый у себя сохранит, и даже если, допустим, кто-то умер, и все люди собираются на Джаназы, и кто-то закинет это в какую-то группу, будь это семейная какая-то группа, или же группа, допустим, в которой состоят те, кто молится в определенной мечети и так далее, и быстро-быстро повторят все это с дозволения Аллаху сп. на Аталя, их похороны пройдут по сумме пророка, салаллаху алейхи вассалям, будь они теми, кто хоронят, или будь они даже теми, Барак Луфикум, кого хоронят. То есть пока ты живой, распространяй эти ссылки, Барак Луфикум, везде, где можешь. И с дозволения Всевышнего Господа, субханалталя, Всевышний Господь облегчит тебе то, что тебя похоронят по сумме. Допустим, можно привести в пример Барак Луфикум из тех людей, который оживил сумму пророка, салаллаху алейхи вассалям, в обрядах похорон. Это 9 тагбиров во время джаназа шейха Альбани, рахматулла алейхи. Он-то упомянул в этой книге «Обряды похорон», что до 9 тагбиров делается. И субханала рассказывает то, что когда его хоронили, сделали за него 9 тагбиров, рахматулла алейхи. Поэтому, если ты будешь распространять сумму пророка, салаллаху алейхи вассалям, в вопросах, связанных с обрядами похорон, за сваление Всевышнего Господь тебе воздаст Аль-Джазау Лихсан или Лихсан, может ли быть воздаянием за благое, что-то кроме благов, Всевышний Аллах облегчит тебе, и тебя тоже похоронят по сумме пророка, салаллаху алейхи вассалям. И шал, ссылка на этот отдельный файл, как в джаназа, вкратце будет, тоже под этим видео Барак Луфикум. Вернемся к Шарху, шей говорит. Салан Фильмаджи Тауфи Маканаха, будь отмечатель в каком-то другом месте, или Макбара до самых могил Барак Луфикум. Вакат Сабата Анинабии, салаллаху алейхи вассалям, пришло достоверно от пророка, салаллаху алейхи вассалям, то, что он сказал, провожать, или же присутствует при джаназе, пока его не похоронят, ему будет два кирата. Спросили у пророка, салаллаху алейхи вассалям, то есть мера награды, вот этот кират, какова она? Пророка, салаллаху алейхи вассалям, сказал, один кират, как две огромные горы. Меньше из этих гор подобно Охуду, то есть, если кто-то был в Медии, не видел, до чего огромная эта гора Охуд по своей площади, Барак Луфикум, и это великая милость и огромная награда. Барак Луфикум, два момента хотелось бы добавить. Здесь, Шек, когда упомянул в мечети, или же в каком-то другом месте, основа, братья, основа, то, что джаназа совершается, Барак Луфикум, в местности предназначена для джаназа, то есть, так называемое муссалля, молильное место. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, у него в Медине была мечеть. И также в Медине было место, площадь на улице, для совершения праздничной молитвы и для совершения молитвы джаназа. И вот в наше время, Барак Луфикум, если люди находятся, где-то живут в деревнях, допустим, и так далее, то подобное, там, где позволяет площадь, то есть, позволяет отдельное место для этого предназначить, пусть сделают обязательно отдельную местность для праздничной молитвы Барак Луфикум и для молитвы джаназа. Если, допустим, они живут в тех местах, где идут дожди и так далее, то подобное, не обязательно строить, то есть, достаточно просто даже если они крышу сделают, допустим, например, какую-то там, или же, например, место, где будет возможность натянуть брезенты и так далее, если, допустим, дождливая погода или снег и так далее, чтобы люди в этом отдельно предназначенном месте помолились, то, иншалатали, в этом будет благость зазволения Всевышнего Аллаха Спан Таля. Если же Барак Луфикум есть нужда совершить джаназу в мечети, то тоже никаких проблем зазволения Аллаха Спан Таля нет, как мы об этом подробно говорили, разбирая книгу Ахакаму Джанайса, как мы сказали, ссылка, иншалатали, под видео. Второй момент Барак Луфикум, что касается хадиса, тот, кто присутствует при джаназе, пока не похоронит ее, а пока за нее не помолятся, то ему однят парад, то Барак Луфикум в некоторых ревоятах пришло пояснение, то есть джаназу будет присутствовать от дома до места молитвы. То есть, чтобы взять этот кират, как две огромные горы, награду, ты должен провожать джаназу из дома, то есть там, где помыли, выносят из дома и несут туда, где за нее совершат молитву. Вот оттуда должен присутствовать, провожать до места молитвы, а потом от места молитвы до кладбища. Вот тогда тебе будет два кирата. Если ты хочешь один кират, то тебе надо с того места, где он был дома, то есть вынесли до места молитвы, тогда тебе будет один кират. Если же ты пришел, просто помолился, Барак Луфикум за джаназу, нет сомнений, что ты будешь вознагражден за зваление Всевышнего Аллаха, но уже такой огромной награды, ты будешь лишен у Аллаху Аля. Говорит, когда до Абдулла 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 о той версии слов Пророка Саусом, где сказано из дома до места молитвы, из места молитвы до места захоронения. Тогда ему будет два тирата. Он сказал, «Ля хатфарат нафи харарита кафира». Мы упустили огромное число награды. Мы упустили... Вот это было сожаление с подвижников Пророка Салаллаху Алейхи Усалям. То есть, когда они слышали такие хадисы. В наше же время, когда братья слышат такие хадисы, у них часто возникают или сестры вопросов, а это обязательно или желательно? И Субханула, когда им даже говорит желательно, и они по желательному относятся, как будто это мокрух нежелательно и не делает это. То есть, в наше время, мы знаем, да, среди ученых есть, допустим, разногласия в вопросе, пить стоя можно или нельзя. Братья, как минимум, как минимум разногласия не среди ученых, что пить сидя является желательным поступком. Как минимум. Да, в вопросе того, что это обязательно или нет, есть халяв среди ученых, этот халяв был среди сахаба. И вот в наше время, когда ты видишь, братьев пьют стоя, если стер пьют стоя, говоришь им, пей сидя. Он говорит, вот что вы усложняете религию, брат, тебя же никто не бьет, никто на тебя не орет, никто тебя не заставляет, в тюрьму тебя не сажает. Тебя побуждает баракалавуфику сесть, сидя, попить, то есть делать сунну пророка Салсам. И ты должен радоваться, и тебе за это будет награда. Тебе за это будет награда, а ты начинаешь нервничать. Вот Абдувай Бномарчу нервничал, сказал бы, что вы усложняете. И тогда он сказал, что как много награды мы упустили баракалавуфику. Братья, достаточно того, что ты, если у тебя есть возможность сесть, сидя, попить, как минимум у тебя будет записано, как следование за пророком Салаллаху Алисаляму. Если вы будете ему подчиняться, то вы будете идти прямым путем. Аллаху Алим, один раз ты наберешь себе стакан воды, и у тебя будет возможность, и ты, например, из тех, кто следует за тем мнением, что это обязательно не является, но ты все равно возьмешь и заставишь тебя сесть. Просто от того, что к этому побуждал пророк Салаллаху Алисаляму. Ссядь, может быть, Всевышний Аллах обережет тебя от какого-то страшного заблуждения, которое тебя к куфру даже может привести на Салаллаху Алисаляму. Тем более, вот такой маленький поступок. Почему? Потому что Аллах сказал, И тот, кто совершит благое дело на вес маленькой букашки, обязательно увидит его. Аллах говорит, в Куране ва лавинах тадав, заадагум гуда. Те, которые стараются идти по прямому пути, то есть выполняя приказы шариата, будь они обязательны, или будь это желательное поставление, заадагум гуда. Всевышний Аллах увеличит им награду. Аллах увеличит им познание этого прямого пути. Всевышний Аллах увеличит им руководство и будет вести их по этому прямому пути еще сильнее. И наоборот. Аллах сказал в Куране, когда они отклонились, Всевышний Аллах отклонил их сердца, носу Аллаха Алиафу Алиафи. Поэтому держитесь за сумму зубами. Если у тебя есть возможность совершить какую-то сумму, даже это всего лишь желательный поступок, не относись к нему халатно, не относись к нему халатно, стараясь его выполнять, Барак Луфикум. И в этом уже польза тебе будет на этом свете, как мы об этом говорили многократно. И вот Абдулладин Омар, когда услышал, ходил, говорит, как много мы награды упустили. Когда бы он не услышал о том, что где-то провожает джаназу, он сразу же следовал за этой джаназой. То есть, что может быть больше трофеем, чем приобретение человеком такой награды, как величиной в две огромные горы, за такое маленькое легкое дело. Когда он эту награду возьмет, возьмет эту награду в тот день, когда больше всего будет нуждаться в этой награде. В тот день, когда не будет дирхама. Не будет динаров и не будет каких-то вещей. И жены рядом не будет, который поможет ему в суд на день, кроме праведных дел. Если он будет провожать джаназу, пока за нее не помолится, то есть, как мы сказали, из дома и до того места, где совершает за нее джаназу. А потом, пока ее не похоронят, ему будет два кирата, как две огромные горы. Самая маленькая из этих гор, подобно горе Ухуд. Барак Луфикум, братья, очень важный момент, когда вы сидите, присутствуете на уроке, старайтесь не делать лишних движений. Это из Адаба Тальбалим, из этикета требующего знания. Это Барак Луфикум не делать лишних движений, не отвлекаться ни на что. Ни на телефон, Барак Луфикум, ни вещи какие-то трогать. Почему? Потому что Барак Луфикум, сподвижники говорят, что когда мы сидели у пророка Салаллаху Алейхиосалим, мы сидели так, как будто бы птица на нашей голове сидела. То есть представь, тебе птица на голову села, и ты достал телефон, ты там то сделал, ты тут посисал и так далее. У тебя же улетит же эта птица, правильно? Барак Луфикум, это первый момент. Второй момент, то есть это для тебя самого польза. Не отвлекайся на что. Все свое внимание посвяти на что? На восприятие той информации, которая к тебе идет. Барак Луфикум, даже если ты онлайн слушаешь, даже если ты просто урок слушаешь, старайся ни на что не отвлекаться. Если ты сел урок слушать, отключи свой телефон, поставь его как в самолете на авиарежим, для того, чтобы кто-то тебе не написал, что не отвлекся, не начал отвечать и так далее. И тогда будет польза. И поэтому многие братья в наше время и сестры говорят, брат, вот были такие братья, были такие сестры, которые слушали уроки, а потом отклонились. Неужели такие, как говорится, обычные вещи, они должны были знать, понимать, а они вот отклонились. Мы говорим, эти братья и сестры не слушали уроки, эти братья и сестры слышали уроки. Если бы они служили, то Аллах обязательно бы их укрепил. Поэтому соблюдайте адапту. Я часто побуждаю братьев и сестер слушать книги, связанные Барак-Луфиком с этикетом требования знаний. Потому что в этом успех требующего знания. В этом успех требующего знания. Чем больше ты придерживаешься этикета требующего знания, тем больше пользы тебе принесут те знания, которые ты приобретаешь. Вернемся к уроку Барак-Луфиком. И Шейк говорит. Если человек следует за джаназой, пока за нее не помолится, потом, пока ее не похоронят, то ему будет награда в два кирата. Подобно двум горам, наименьшее из них, подобно горе Ухуд. Тот, кто провожает похоронные носилки, он должен находиться в состоянии смирения. Задумываться о том, каков его будет конец. Он должен сказать сам себе, я на все. Сказать, о, душа моя, у тебя такой же конец будет, как душа того, кто сейчас на наших плечах. Будь это рано или же поздно. То есть рано или поздно тебя тоже когда-то понесут. Может быть, это будет очень скоро. И последние вот эти события с коронавирусом и так далее являются свидетельством тому, как много знакомых, близких, родных, соседей умерло во время этой болезни. Человек должен вспоминать о том, что когда-то он отправится на тот свет. Он должен вспоминать о том, что самые близкие, самые родные для него люди, те люди, которые самые милостивые к нему, принесут и положат его в эту могилу и захоронят там, и оставят его там одного. Самые близкие люди, те, которые понесут тебя на кладбище. Потом оставят тебя там. Оставят тебя в этом ляхде, то есть внутри могилы. Ты там останешься один только со своими делами. То есть если твои дела были благими, то ты приобретешь там благо. Если ты совершал плохие дела, то будет тебе там зло. Поэтому ученые говорят, является нежелателем тому человеку, кто провожает похоронные носилки, говорить о каких-то мирских вещах, то есть во время похорон и так далее. Не говоря уже о том, чтобы улыбаться или же смеяться. Также если ты доходишь до могил, и сидишь там и ждешь, пока ее похоронят, ты тоже должен задумываться о своем конце. Что вот так же когда-то кто-то будет сидеть и ждать, пока тебя не предадут земли. Как и ждут похороны этого человека. Если вокруг тебя есть какие-то люди, и ты начнешь им рассказывать о том, что пророк Саусам рассказал своим сподвижникам, однажды пророк Саусам вышел проводить джаназу человека из числа ансаров. Когда они дошли до могилы, то есть принесли тело этого человека, еще пока могила не была готова. И в руках пророк Саусам была маленькая короткая палочка, ветка. И он этой веточкой тыкал в землю. И он задумывался, и начал говорить с подвижником, рассказывать о том, что происходит с человеком, когда выходит из него душа. Что происходит с человеком, когда его предают земли. Этим сам пророк Саусам объединил между наставлением и между проводами насилок этих похоронных. Однако это наставление не должно быть таким, как это делают некоторые братья в наши времена, в некоторых местах. То есть каждый раз, как мы провожаем джаназа, каждый раз, чтобы кто-то вставал из худбы, к людям обращался. Нет, такого не бывает. Есть и только в этом нуждаясь. Приказать одобряемое, запретить порицаемое. Видишь, как в этой хадисе пришло, что Баракулуфикам Пророк Саусам просто ожидал, пока закончат рыть яму, пока закончат рыть могилу. Однако Пророк Саусам, когда сел и ожидал, пока закончат рыть эту могилу, то есть для этого умершего, мы сидели в сподвижнике, он начал рассказывать, как обычно Пророк Саусам рассказывал что-то, когда они собираются в каких-то собраниях, рассказывал им о том, что принесет им пользу. Однажды также Пророк Саусам присутствовал при похоронах одной из своих дочерей. И Пророк Саусам сидел на краю могилы, и из его глаз текли слезы. Пророк Саусам сказал, Каждому без исключения предписано его место в раю, и предписано его место в аду. И тогда сахабы сказали, почему нам тогда не оставить бы дела? И опираться на то, что оно было предписано. То есть если так и так предписано, кто в раю, кто в аду, и по-другому не может быть, зачем нам тогда что-то делать? Что Пророк Саусам сказал? Нет, сказал. И Амалю, делайте. Братья, этот хадис пугает. Этот хадис пугает. В тот же момент этот хадис, Барак Лауфикум, внушает надежду. Когда ты, Барак Лауфикум, видишь за собой, что ты совершаешь благое дело, допустим, утром проснулся и сказал, допустим, те вещи, которые говорил Пророк Саусам, когда просыпаешься, это же благое дело. Это надежда на то, что иншалатали тебе облечено это дело, и ты войдешь, являешься счастливым. Встал, совершил омовение, благое дело, надежда на то, что ты счастливым являешься. Встал, начал молиться, благое дело, надежда, что ты являешься счастливым. Если этот день еще у разы, и ты начал поститься, надежда, что ты являешься счастливым. Потом, если с тобой рядом родители проявил им благочестие, надежда, что ты являешься счастливым. Если ты, допустим, муж, и у тебя есть жена и дети, ты проявил благочестие к супруге, к благочестие к своим детям, надежда, что ты являешься счастливым. Если ты супруга, и ты подчинилась мужу, даже в самой маленькой мелочи, которую Он тебе сказал, и провела себя так, как требует от тебя эта религия, то надежда, что ты счастлива. И так вот до конца дня, и так вот каждый день, и так вот каждый год, пока не встретишь Господа Субханаталья, и наоборот. Когда ты совершаешь какой-то грех, вспомни об этом хадисе. Сейчас ты совершаешь какой-то грех, варак лауфикум, вспомни об этом хадисе, что сейчас тебе облегчен этот грех, может быть это потому, что я из людей несчастных. Оставь этот грех, и раскайся перед Всевышним Аллахом, и займись благим делом, и ты поймешь, дозволение Аллаха, что иншалаталья, то, что ты отказался от этого греха, и раскаялся, а ведь покаяние, отказ от греха, покаяние, это же является благим делом. Иншалаталья, это признак того, что ты являешься дозволением Всевышнего Господа Субханаталья, из счастливых. Поэтому, как говорят арабы, этот глаз, то есть, поставьте его всегда перед глазами, пусть этот хадис будет памяткой на вашем столе, пусть этот хадис будет памяткой на вашем столе, пусть всегда он вам будет напоминанием. И когда пророк, салаллаху, алейхи вассаляма, прочитал этот хадис, он прочитал аят, подтверждающий смысл слов пророку, салаллаху, сказав, «фамма ман ата уаттака» – тому, кто боялся, был богатым, тому, кто отдавал должное, или же раздавал то, что должен был раздавать в виде милостыни. И боялся, то есть, боялся всего того, чего следует бояться в шариате. Мы с вами говорили, что если, баракалуфикум, и это из красоты Курана Всевышний Господь, упоминая слово «иттака» – боялся, некоторые говорят «богобоязненный». Это не совсем полный перевод смысла слова, потому что «иттака» или же «муттаки», если скажешь «иттакала», тогда да, «богобоязненно», «муттаки» или «ля», да, «богобоязненно». А если прошло пришло, например, «фамма ман ата уаттака» – тот, кто пожертвовал, или тот, кто давал должное и боялся, боялся всего того, чего следует бояться. И признавал наилучшее, как пришло в Тавсирах, баракалуфикум, что наилучшим является шагадаля иляхлала, фасану ясеру или юср, мы облегчим ему путь к легчайшему, то есть это к праведным делам на этом свете и к краю на том свете. Уамма ман бахы ля восстагна, тот, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, либо Аллахи, Субханна Тавр, в его религии, и кто счел наилучшее ложью, то есть свидетельство, то мы ему облегчим путь к тяжелейшему, то мы ему облегчим путь к тяжелейшему, просим Всевышнего Аллаха, говорит, «сделать нас и вас из счастливых людей». Аль-Лазина юссеру или юсра, те, которым облегчено наилегчайшее, ваджу не буль-усра, и тем, которые отстранены от всего наисложнейшего. Дальше шейх продолжает, говорит, «файзашара уфиддафни, если люди начнут хоронить, файян багалин санин юшари кафиддафны, каждый из присутствующих должен постараться участвовать в этих похоронах». Каким образом взять, допустим, руками, говорит шейхуфамин, или же лопатой, и три раза бросить землю в эту могилу? То, что некоторые люди делают, такое обычай, говорят, что если ты три лопаты земли бросил на землю, то не надо ее в руки передавать, надо ее бросить, чтобы другой взял. Это примета, ширковый лезубля, потому что говорят, что если ты из руки в руки будешь передавать, то тот человек умрет, которому ты в руки передал ту лопату. Это ширка, это примета на саллах, а фаляфе. А мы с вами разбирали подробно в серии уроков «Единобожья», в вопросах и ответах о приметах и о том, что это является ширком. Хоть он является маленьким ширком, но это хуже, чем большие грехи. Валия Зубля, иншалла, ссылка о главе, о приметах будет под этим видео, побуждая каждого брата и сестру послушать обязательно, особенно с детьми послушать. Почему? Потому что в наше время, в Аркалауфиком, многие люди смотрят всякие мультфильмы. Допустим, мне один раз один человек показал мультфильм, какой-то российский, современный. Он переполнен ширком валия Зубля. Там постоянно упоминаются какие-то приметы. И дети с удовольствием смотрят этот мультфильм. Так они же всю эту информацию на саллах, а ляф, а ляфе впитывают в себя. И потом, как говорится, ширкают на саллах, а ляф, а ляфе. Сначала маленький ширк, а потом большой ширк, на саллах, а ляфе, пусть Аллах обережет нас от подобного. Потом с нашими домами происходят беды, в нашей семье происходят беды. Нету никакой безопасности, нет никакого счастья, не идем мы по прямому пути. Почему? Потому что Всевышний Алсал сказал, Те, которые веровали, не облекли свою веру несправедливостью, несправедливостью, то есть ширком, им будет безопасность на этом и на том свете. И они будут ведомы прямым путем на этом и на том свете. И вот Шейк говорит, Барак Луфикум, три раза надо бросить землю. Если он хочет, может остаться, пока до конца не закопает. Если закончат его хоронить, то он стоит. Если он является авторитетным человеком, которому подчиняется, как алим. Он должен сказать людям, попросите прощения же вашего брата. Попросите, чтобы Аллах его укрепил. Он сейчас, ему сейчас будут задавать вопросы. Барак Луфикум, мы знаем, что придут к нему два ангела, которые зададут ему вопросы. Кто тот Господь, которому ты поклонялся? Кто тот пророк, за которым ты следовал? Кто тот? Какая-то та религия, которую ты исповедовал? Ведь пророк Солсом, когда заканчивал хоронить человека, стоял рядом с этим. Говорил, просите за вашего брата прощения. И просите, чтобы Аллах его укрепил. Сейчас его спрашивает. И сейчас, то есть, когда его уже закопали. Люди закончили. Придали его тому потустороннему миру. И Атихи Аля Мунахра, там и для него наступает уже тот свет. И Атихи Малякан. К нему приходит два ангела. Есть Аляни. Спрашивают ему вопросы. Ан Руби, а его Господи? То есть, кому он поклонялся? У Адинии. А его религии? То есть, исповедовал ли он религию Мухаммада, саллаху, алейхи вассалям? Или исповедовал просто религию, на которой нашел своих отцов? У Анаби, исследовал ли он за своим пророком? То есть, спросит его о пророке. Следовал за пророком? Или следовал же за имама Загаба? Хоть имам Мазаба противоречил в чем-то пророку Мухаммаду, саллаху, алейхи вассалям? И поэтому верующий, тот, у кого правильная ахида, тот, кто действительно исповедовал единобожие, поклонялся одному Господу, саллаху, алейхи вассалям? Если он сказал, что ширка большого маленького, тогда он скажет, мой Господь Аллах. Если же он предавал Аллаху, что товарищи и так далее, как придет дальше шейх, скажет Бараку-фикум, он не будет знать ответы и не сможет ответить. И скажет, Владимир, если он действительно исповедовал ислам, а ислам, Бараку-фикум, мы говорили многократно, что ислам не бывает правильный и неправильный. Ислам, он один единственный. Бывает неправильное понимание ислама. Ислам – это тот ислам, который был неиспослан Мухаммаду Саласам, тот ислам, который исповедовал пророк и сподвижники. Тот ислам, во времена которого был неиспослан аят «Варадиту лякумуль исляма дина». «Я доводен для вас исламом как религией», то есть тем ислам, который исповедовался на земле в тот момент, когда был неиспослан этот аят Баракулуфикума. Это то, на чем были пророки и его сподвижники. И если он придерживался этого, то есть придерживался того понимания ислама, на котором были пророки и его сподвижники, он ответит динул-ислям. Если же он придерживался того, что называли люди исламом, на самом деле это не имело отношения к тому, на чем были пророк Мухаммад и его сподвижники. Допустим, из ислама верить то, что Аллах на трону возвысился так, как подобает ему, как он сказал об этом в Коране, и приходит человек и говорит, нет, нельзя про Аллаха говорить, что он на трону возвысился, Аллах везде. Или говорит, что Аллах не снутри мира, не снаружи мира, не справа мира, не слева мира, не спереди мира, не сзади мира. Как говорили ученые, если ты хочешь описать то, чего не существует, опиши его тем, чем описали Ашариты, Мадуридиты, Всевышнего Господа Супаналта. То есть так, как они описывают Бога, это описание того, чего вообще не существует в бытие. И поэтому эти люди не смогут ответить и сказать динь-ислям, потому что их акида это не религия, не из ислама. Их акида это философская какая-то акида, которую они сами придумали на саллаху аляху. У Анабии Мухаммад и третий вопрос, человек ответит на него, когда он спросит тот твой пророк, он скажет, мой пророк Мухаммад, если он действительно, следовал за Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям. Прошу Всевышнего, Всевышнего, Всевышнего Аллаха, сделать меня и вас. Из тех, кто вот так вот четко ответит на эти вопросы. И соответственно в этом дуа, в дуа шейха Рахима Уталя, дуа о том, что Всевышний Аллах сделал нас из тех, кто поклоняется одному Господу, пока мы живы. Из тех, кто исповедует религию ислам, на которой были Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, пока мы живы. Из тех, кто считает Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, пророком, за которым надо слепо следовать, пока мы живы. Что касается неверующего или же того, кто в сомнениях живет, как допустим Ахли Бида, привез в нововведении, потому что они живут в сомнении. Когда ему зададут эти вопросы, кто твой Господь, какая твоя религия, кто твой правок, он будет знать, как мы по-русски живут, человеку зададут вопрос, он пытается вспомнить ответ. Вот они будут пытаться вспомнить ответ и скажут, потом не знаем. И скажут, я слышал, люди что-то говорили, и я говорил подобное им. Я слышал, люди что-то, и в этом хадисе, или в этих словах из этого хадиса, страшное предостережение тем, кто слепо следует за учеными, слепо следует за призывающими, слепо следует за какими-то устазами и так далее. Они скажут, мы слушали люди, что-то нам говорили, и говорили подобное им. «Лям ясль иману или акульби recibir без тебя!» То есть, сердце не вошло в его иман? Дай, бережft всевышний Аллах от подобных. «Поэтому, когда закончится похороны, тебе надо встать и сказать «Аллаху махфира лего, аллах, прости его!» «Аллаху махфира лего, аллах, укрепи его!» «Аллаху махфира лего, аллах, прости его!» «Аллах укрепи его!» «Аллаху махфира лего, аллах, прости его, укрепи его!» Или же другие дуа, которые пришли от пророка славу Аллаху салам. Шейк говорит, потому что Проксусом, когда дуа делал, делал ее повторял по три раза. Ты трижды говоришь это, потом уходишь и нет нужды, Баракулуфикум, долго стоять. Долго стоять, Баракулуфикум, тоже понятие относительное. Подробно мы этот вопрос разобрали, как мы сказали в серии уроков обряды похорон, сколько именно желательно стоять. Я сейчас говорить не буду тому, кому реально интересно это узнать. Сколько же времени стоять, пусть вернется к этой серии уроков, как мы сказали, ссылка под видео. И иншалаталя там узнает. И когда люди оставляют это умершего, даже Пророк сообщил, что этот умерший, который находится в могиле, Всевышний Аллах в этот момент сделает так, что он услышит, как топают эти люди, уходят. То есть основа, Аллах сказал, ты не можешь заставить мертвых услышать, мертвые не слышат. Но есть, Баракулуфикум, некоторые моменты, где Всевышний Аллах по своей мощи делает так, что умерший слышит. И вот из этих моментов это где? В могилу, когда человека положат, он слышит, как уходят его родные и близкие, те, кто его похоронил. И когда они будут уходить, он услышит, как они топают, как стучат их сандалии по земле. И покидая его, к нему придут два ангела. И посадят его. И спросят его о его Господе, о его религии, о его пророке. И посадят его в могилу. Кто-то задавал вопрос, ну как вот мы же его положили в могилу, там нереально, невозможно человека посадить. Нет, они его, даже если это могила узкая, лакин на уязис, он сможет сесть. Каманна на им. То есть, потому что это потусторонний мир, там уже другие. Тут, если ты сам ляжешь сейчас, будучи живым в ляхт могил, и попытаешься встать, не сможешь. Почему? Потому что ты сейчас живешь по законам, установленным на этой земле. Что же касается Вара Калауфикум, того мира, то там другие порядки. То есть, самый простой пример. Представьте, Вара Калауфикум, я залил бетон 10 метров толщиной. И вокруг поставил стены. Каждая по четырех сторон 10 метров толщиной. И сверху залил бетон 10 метров толщиной. То есть, ты находишься в бетонном здании. Если все ядерные, не зная какие атомные бомбы сбросить на это здание, то еще такое качество бетона, что если все ядерные атомные бомбы, то все вооружение, еще в 10 раз умноженное, бросить на это здание, оно не разрушится. Ты умрешь в этом здании или нет? Ангел смерти туда может зайти или нет? Да, потому что ангел смерти из потустороннего мира. У него порядки другие. Вот точно так же, когда ты в могиле в узкой, и тебя посадят, Проксус им сказал, значит, действительно, ты сможешь сесть. То есть, лежит и отвечать не будешь. Каманда на им шеи приводит. Пример точно так же, как спящий. То есть, можешь же во сне видеть, что как будто он стоит. А ванна умящая, или что он идет. Ванна ухает, или то, что он сидит. При том, что он вроде бы завернул свое одеяло, и не шевелится. Потому что, говорит, то, что будет в загробном мире, то есть, там все по-другому, не как на этом свете. Как говорят ученые Барак-Лауфикум, Всевышний Аллах С.В создал три степени. Жизнь на этом земле, жизнь загробная и жизнь в раю или в аду. Просим Всевышний Аллаха сделать всех, кто присутствует на уроке, всех, кто услышит и увидит этот урок из обитателя рая, и их близких и родных. И Барак-Лауфикум, человек состоит из двух составных тела и душа. И вот ученые говорят, Барак-Лауфикум, что пока человек живет, приоритет отдается телу. В могиле приоритет душе. А в раю полноценно, на сто процентов работает тело и на сто процентов работает душа. Но, исходя из этого, Барак-Лауфикум часто у лама говорят, что тот, кто не вошел в рай на этом свете, на том свете в рай не войдет. Все внимание, концентрация внимания у верующего должно быть на душу, на состояние души. И от состояния души зависит благосостояние твоего тела. От состояния души зависит благосостояние твоего тела. Не уподобляйтесь животным. Пусть вашей заботой не будет, что покушать. Пусть вашей заботой не будет, что попить. Пусть вашей заботой не будет, что одеть. Пусть вашей заботой не будет, в каком загоне жить. будет загон вилла будь этот закон еще что пусть вашей заботой все внимание будет ваша душа и тогда вы почувствуете баркала филом как она находиться в районе уже на этом свете пусть сегодня вас вам так сделать нас из тех кто зашел в рай уже на этом свете и лучше и говорит варак луфикум лена ля хваль барзах облик минах валиду не потому что жизнь то есть то что нас ждет в потустороннем свете могиле отличается от того что мы испытываем тут на этом свете в фи я ща лятан таби коль ахвали дуне там будут в рай в загробной жизни такие вещи которые не соответствуют порядком земным на этом свете то есть законам физики и так далее фага гуаль маит аль мумин ювсах лагуфи хабри муддаль маддаль басар проксал сказал о том что верующего могила превратится то ширина его могилы станет такой то есть до горизонта вот сколько до горизонта видит человек вот такой огромной его могила станет аль макара кули алейс обещает если ты посмотришь на все могилы то есть территорию могилы где похоронят верующие там что сколько квадратных метров ну максимум гектар самый больший могил фаги алейс от маддаль басар то есть даже сами вот территории всех могил вместе не до горизонта правильно же валяки на хваль ахра однако что касается тех положений которые ждут нас на том свете ля туха субья хвали дуне их нельзя сравнивать то есть там законы физики не работают варак луфиком у ваджи буна и для является обязательно для нас фима джа фи кита билла его сахан расуле леса в том что отношение того что пришло в книге аллах и пришло достоверно просто от пророка салаллаху алиса мину мури ла хра с тех вопросах которые связаны с тем светом она кули то что мы должны говорить сами она вас обдах на мы слышали или же услышали и поверили в аман и уверовали в ва кулью мин инди руби на все это от нашего господа в аллаху аля кули чаян кадир аллах субхан калин от каждой вещи мощен это что касается третьего правила провожать умершего к провожать умершего до могилы как мы говорили барак луфикум сейчас разбираю вот эти моменты мы видим варк луфиком до чего богата эта книга до чего эта книга широка варк луфиком разборе лиги знакомства среди поэтому я побуждаю каждого мусульмана каждую сестру барак луфиком мы видим как шейху файмин разбирая вот такое всего лишь два слова и тебя у джана из субханула сколько страниц у нас раз два три четыре четыре страницы барак луфиком разбирал всего лишь два слова и представьте вот так 6 томов 2000 хадисов разбирать будем и как мы говорили разбирая первый том это 85 хадисов шейх упомянул еще 200 с лишним хадисов врать еще вот во втором томе мы не считали сколько он хадисов упомянул дайла кому-нибудь набраться терпения почитать сколько аятов шейх упомянул и сколько хадисов первым помню сколько аятов хадисов во втором томе чтобы потом конечный результат выдать мусульманам чтобы они удивились каким огромным количеством религии они познакомились разбирая всего лишь эту одну книгу дайуманам الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون